Подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня я покажу вам, как осветляться самим. У меня здесь стоит система двух зеркал. Вот, я машу рукой вам там. Для начала нам надо снять с себя всякие побрякушки, шеи всякие ниточки, веревочки, металлы, которые могут неплохо так окислиться кольца. И прочее подобное. Итак, со мной, кстати, тут будет совушка. Это, по-моему, самая нормальная энергетика из этой серии. Два зеркала сейчас поймёте, зачем мне надо. Правда, мне вот, например, сейчас удобнее смотреть в камеру всё-таки. Какая-нибудь старая рубашка. У меня эта рубашка, ну, она мне нравилась, но она мне служит для покраски, из-за того, что вот здесь, вот здесь у меня образовалась дыра. И если бы я её зашила, то она бы всё равно не выдержала. Это было бы видно, было бы некрасиво, но и не очень насильно. Итак, у меня есть всё-таки мисочка, в ней маслица для волос немножко, но это не из-за того, что я его добавила, из-за того, что оно туда протекло. Потом, как выяснилось, вот эта баночка, это 6%, эта баночка 3%, это капус. Как выяснилось, то, что они стоят гораздо дешевле, чем каждый раз покупать маленькие баночки. Всего, по-моему, 250 рублей за такую бандуру. Вот такое вот дешёвенькое масло для восстановления волос. Это после осветления надо просто одну капсулу нанести на 30 минут на волосы и сидеть, ждать. Потом смыть, расчесаться, смыть, помыть голову, нанести бальзам, там что-нибудь, для того, чтобы ваши волосы не были мочалкой. Как у меня, если я не буду их пытаться восстанавливать, хотя бы визуально. Что ещё есть? Вот такие вот заколочки, вы, по-моему, их видели. Мне даже самой интересно. Так, это тюбики с краской. Она мне сейчас не пригодится. Ещё тюбики с краской. Хромоэнергетический комплекс от Estelle. И вещи падают. Вещи падают, не падайте. Я просто в углу заделась, потому что иначе никак бы не получилось. У меня только одно большое зеркало, оно уже в шкафу. Вот, хромоэнергетический комплекс. Нам отсюда нужна будет одна ампула. Вот, вот такая. И ведёрко. Ведёрко тоже от Capus. Я, по-моему, рассказывала, откуда оно у меня, сколько стоило. Сейчас оно, по-моему, 540 рублей стоит. Ну, то есть, блин, вы можете хоть засветляться на 1000 рублей. И... Давайте всё сложим обратно, чтобы не мешало. И поехали. Думаю, все пропорции вы помните. Один к одному. И одна хромоэнергетическая ампула. Вынимаем кисть. Сейчас вы узнаете, зачем мне тоннели в ушах. Потому что тоннели тоже надо снять. Перед окрашиванием. Так, четырёх ложек мне должно хватить. Спасибо. И... Так. Мы берём троечку. Потому что осветляет шестёркой. Эти волосы очень чревато. Ну, и, конечно же, немного проглядывающиеся корешки, которые не успели отрасти до того момента, когда их нужно красить, подкрашить. Но всё равно это видно. Вот. И так, как тройку обычно наносят на прикорневое, там 1-2 сантиметра, а остальное окрашивают шестёркой. Ну, мы окрасим тройки всё. Потому что мне надо чуть-чуть, чуть-чуть побольше. Ну, осветлить. Осветлиться. Я всё же ухожу в коричневый, в карамельный, такой в жёлтый. Ну, как. Если вы не понимаете, где надо прокрасить, вам надо просто затонироваться чем-нибудь. Либо тоникой, либо тонером. Можно от Esteele. Ну, как бы синему фиолетовому. Синий убирает рожаном, а фиолетовый желтый зну. Мы все это должны прекрасно помнить и не забывать. Вот. Ну, и как бы то, что недоосветлилось, они вытаскивают. Оно становится коричневым, и это надо мазать по новой. Вот. Короче, если нам не хватит, мы наведём ещё. Вот такое оно гусенькое. Гусенькое. Теперь добавляем ампул. Я, честно, не знаю, как вот эту штучку ломать, потому что её, по идее, ломать надо. Я просто скручиваю всё. Ну, вы помните. Капус, кстати, более щадящий, чем Esteele. Ну, действие щадящее оказывает на волосы. И вот эти вот Esteele'евские хромоэнергетические ампулки, они немножко ароматизируют порошок, хотя он пахнет гораздо приятнее, чем Esteele. Ну, то есть он вмяту больше отдаёт. Кстати, какая разница, на волосах всё пахнет одинаково. Вот. Что мы делаем дальше? Дальше нам надо было найти перчатки. Без перчаток осветляться не стоит, сейчас мы их найдём. И продолжим. Перчатки мы нашли. Вот они, одноразовые. Я помню, где-то ещё должны быть. Пачка перчаток, кстати, стоит, по-моему, 500 рублей. Ну, вроде как в аптеке. И они самые оптимальные, это хирургические перчатки, которые используются просто повсеместно. Давай, 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 давай. У меня просто очень мало заряда у камеры ещё осталось. Надо всё сделать быстро. Расчёски у меня, к сожалению, не предвидится сейчас. А вот это очень зря, кстати, потому что нужна расчёска. Что мы делаем? Мы делаем пробор. Осветляться всегда надо с затылка. Затылка. По идее, в зеркале у меня должно быть всё видно, но у меня зрение на носовое. Я всё вижу пятнами. Итак, приступаем. Вот я в камере вижу, а в зеркале нет. Вот печаль какая, да? У меня там много отрастало. Главное стараться не попадать на кончики, потому что это будет весьма-весьма плохо. Можно пересушить волосы, а они отвалятся. У меня где-то ещё одна кисточка должна была быть, которой волосы можно переворачивать как страничку. Вот так вот. Легко решить. Может быть я позвоню матери и скажу, мама, осветли меня, пожалуйста. Сделай, как ты это делала раньше. Я же тебя крашу иногда. Или пурлину. Но пурлин далеко, я не знаю, когда он. Ну, если захочет приехать в Москву, приедет. Так. А, кстати, у меня сейчас могут ещё парикмахеры тапки кидать. Потому что, ну, скажут, что я всё делаю неправильно. Тры-пры. Но, как бы, это моя голова. У моих зрителей, думаю, тоже есть своя голова. И они должны понимать, что можно делать со ним, что нельзя. Потому что я помню, как я первый раз красилась, ну, осветлялась. На девятке, по-моему, на девятке, на двенашке. Ну, потому что меня шестёрка не брала вообще. У меня были раньше крашеные волосы. Такой в тёмный цвет. Вообще прям, ну, он с оттенком красного. Красный это самый такой цвет, который не вытравляется. И я, короче, себе нафиг сожгла все волосы. Это было не круто. Постоянно забываю о вот этих заколочках. Можно же вот эту верхнюю часть разделить и улавствовать. Ой, чувствую, закидает меня как-то. Прям чувствую, чувствую. Так, ну, ничего. Ладно. Нормис. Это же будет. Ну, красота требует и жертв, даже если это твои волосы. Ну, по крайней мере, если они отвалятся, у меня будет дополнительный стимул снять видос про то, как с ним сделать парик, который будет похож на ваши натуральные волосы. Если у меня камера отключится, ребят, я не буду, ну, как бы, переползать к розетке, потому что тут время очень-очень важно. И я просто досветлюсь. И потом продолжим уже... Ну, может быть, продолжим, может быть. Ну, я думаю, продолжим. Уже с камерами зарядки. Вот, короче, виски вот эти штучки я не осветляю, потому что я хочу их отрастить и делать с ними что-нибудь интересное. Ну, типа там, растички запр... Так же, я думаю, этот передос будет абсолютно не интересен для населения мужского пола, если у меня таковое смотрят. Хотя зачем меня смотреть, если у меня не сиська на заднице, ну, типа, разве какие-то умные миски когда-нибудь заглядывать мне? Так, теперь самое сложное, то, что я абсолютно не вижу. Надо отделить. Опять же. По идее, камеры моей, севшей, хватало на час. То есть, за час я должна управиться. Я надеюсь, что я это сделаю. Вот, и помните, если у вас что-то остается в мисочке, это можно втирать. Или докрашивать, точнее, докрашивать недокрашенное. Странного поджужжания, у меня прям больше говорить хотелось, нежели сейчас. Так, что у нас? А? Главное, это нащупать ту грань, где... Специально, да? Вот, короче, ту грань, где у нас недокрашено. Ее лучше видеть. То есть, если вы кого-то окрашите, вас кто-то окрашивает, то это нормально. Хорошо, если вы окрашиваете сами себя, то будьте готовы к неожиданностям. Конечно, не к детским, но все равно к неожиданностям. И это не очень круто. Сколько я раз сказала, круто уже. Не знаю. Вот, в общем, да. Вот. Вроде все по грани. Ну что, продолжаем. Вообще, голову надо делить хотя бы на 4 сегмента. Вот так. Чтобы нормально окрашивать. Потому что иначе у вас будет то, что у меня. Ну, лажа, грубо говоря. Я, наверное, не буду вообще никогда позиционировать себя как парикмахер. По крайней мере, пока не пройду курсы. Но вот навык окраски, навык осветления, такой небольшой. и осветление в основном других людей у меня есть. Вы можете с этим спорить, но я-то знаю правду. Ну, как бы я не претендую на то, что... на то, чтобы называться каким-то парикмахером. Типа, вот, приходите ко мне, я вас осветлю. Но хотя, если вы этого хотите, я могу это сделать. Потому что периодически я стараюсь пополнять базу своих знаний в той или иной сфере. Ну, и иногда у меня это получается. Иногда не получается. Иногда я просто понимаю, что мне недостаточно либо навыков, либо мозгов. Чаще всего мозгов, конечно. Но вы что, думаете, я зря крашу эту плодинку? Нет, ничего зря не бывает. Скорее всего, некоторые пряди у меня выпадут. И это будет очень печально. Но ничего, волосы не кости, волосы не зубы, они отрастут. И можно будет снова на них эксперименты ставить. По-хорошему, когда вы окрашиваетесь, я уже это, по-моему, говорила, у вас должна быть какая-нибудь пластиковая расческа, которую можно продирать, пробивать, просто правильно сказать, в пряде. если у меня окрасится какие-то корневища у меня, это будет, конечно, печально, но не смертельно. И вообще, осветляться, например, до белого, лучше всего, конечно, в каком-нибудь салоне или, ну, с помощью милирования. То есть, за несколько приемов вам там осветляют сначала одни пряди, потом другие. и вы в это время устанавливаете волосы на между сутки. Итак, камера, как всегда, отключается в самый неподходящий момент. Я вот тут вижу, где не прокрасилась. Кстати, еще одела линзы, чтобы в зеркале можно было лучше увидеть, потому что, я как говорила, уже вижу себя пятнами. вот тут вот нифига не прокрасилась. Да уж, надо будет потом еще раз проходиться, но уже не сегодня. Итак, троечка меня берет очень плохо, особенно, если я выхожу, скажем так, из натурального оттенка. Как бы, ну, блин, это понятно. Это надо раз, по-моему, раз шесть, что ли, ей проходиться по моим волосам, чтобы было нормально. А так, в принципе, после осветления оно чуть-чуть повыше делает оттенок, то есть, на полтона, на тон. Ну и все. Я сейчас включу свет получше. На минутку буквально. Ну вот, блин, он все прям забеливает. У меня, конечно, еще сколько-то волос выпало, и это нормально, они обломались. Там просто попало на супер осветленный, ослабленный, вот. Короче, что-то такое. Так, камера, найди цвет, найди, найди, найди. Вот, молодец, все желтое. Итак, у меня есть Princess Sex Collect, аммиачный. А какой цвет? По-моему, по-моему, Atlantic. Это суперсветлый, мы... Хотя, не знаю, не следует, наверное, сейчас пользоваться, потому что стоит и наши, вот эти вот два, и наши два корректора, это синенький и фиолетовый. Фиолетовый мне, честно говоря, сейчас вообще не нужен. Как бы я хочу оттенок похолоднее, а не потеклее, мне подходят синенький, неважно, что я сейчас не в рыжий ухожу. Вот, и честно говоря, я очень давно ими не тонировалась, потому что я использую тонику в последнее время. Итак, что там? Только для профессионального применения. Конечно. Так, цветные корректоры бла-бла-бла, аммиачный корректор, краска в некоторых случаях может вызывать серьезно-аллергическую реакцию. В коробочках обычно лежат инструкции, там сказано, как бы, сколько надо класть и чего надо класть. Гугл для слабаков. Короче, это 0,11, это аммиачный. Ну, мы, наверное, воспользуемся аммиачным, потому что в нем еще инструкция есть. Честно говоря, моя немножко стремается, потому что я не думаю, что еще на 1 тон или на 2 тон мои волосы выдержат. Но давайте попробуем. в конце концов, если я опять же буду лысой, то у меня еще есть парики. Так, короче, видно вот эту часть. И ладно, замечательно. Мне главное вот там себя видеть, в зеркале втором. У меня вот тут шестерочка этой стелеской есть оксигента. Пора бы, наверное, уже на без аммиачной переходить. Они попроще будут, попроще. Ну и моя любимая часть выдавлю мне всего этого из тюбика. Ну, вот это пахнет довольно вкусно. Так, как наносить это буду на все волосы, на все. я думаю, вы используете довольно-таки много. И, соответственно, синенький. Вот, а если добавить еще фиолетовый, то получится этот, типа, неизвестный серый цвет. Цвет металлик, который, 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 так все любят в нынешнем году, в прошлом. В общем, не суть. кисточкой мы сначала перемешиваем краску. Нам нужен офигенно светлый оттенок, поэтому синего должно быть, наверное, раза в два меньше, белого. Кстати, белый, по-моему, не знаю, говорила уже или нет. Arctic Ice, то есть арктический лед и пахнет это в смешении, честно говоря, убийстве. Надо перемешать очень-очень хорошо. Вот, вот, вот так вот. Теперь, знаете, что мы сделаем? Мы пойдем против системы. Хотя, я не знаю, добавить вот это или вот это. Можно, наверное, вместе добавить. Давайте поэкспериментируем. Добавим вот эту ампулу. Смешиваем. И добавим вот такую ампулу. Это масло. И, по идее, ничего плохого случиться не должно, потому что при окрашиваниях, ну, в некоторых мастерских некоторые мастера добавляют. Ну, то есть, касторовое масло, еще какое-нибудь. А это масло миндаля, оливы, протеины, шелка, провитамины В5 и ПП. Стоило, кстати, по-моему, 35 рублей. Вот. И они, короче говоря, ну, блин, думаю, ничем не хуже касторового. Ну, и пахнет теперь поприятнее немножко. Вот. Масса должна получиться фактически такая же, как и масса, когда вы осветляете волосы. то есть, как сметанка. Ну, у меня пока что-то не очень. Вот. То есть, на такое количество краски, которую я взяла, ну, вот все, по-моему, это максимум. То есть, где-то половинка вот этой баночки. с перчаткой это делать максимально больно, поэтому я и сниму пожалуй. Если вы хотите сохранить перчатки и у вас нет талька, которая, по-моему, в аптеке стоит рублей двести, то можете использовать муку, просто ее внутрь насыпаете и они у вас не слипаются после использования. А, ну, понятно, почему больно, потому что волосы у меня еще влажноватые. Я их не сушу феном, потому что это очень, скажем так, портит волосы. Блин, да, конечно, нет, говорили. Сижу тут осветляюсь сама. Фен портит волосы. Умна. Короче, как-то максимально глупо их закрутила, завертела. Так, теперь мы ищем как бы поудобнее сесть, чтобы спина не так напрягалась и болела. Я же за кассой сижу, но у меня и так, и так болит. Выпиваем для храбрости. Я даже неченько неченько. Ну и что, приступим. В конце концов, второй раз убивать свои волосы не так страшно, как это может показаться. У нас всегда есть короткие прически, парики. Третий раз уже, наверное, о них говорю. Но это больше напоминалка для себя. Вообще, лучше берите, наверное, безаммиачную краску. Она у Estelle есть понятна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда я крашусь сама, где-то в мире, плачет, ну, наверное, сотня парикмахеров, которые смотрят этот видосик. И один парикмахер. Я не знаю статистику. Ко мне еще котенок пришел, он, видимо, и нюхает, а это плохо пахнет. Тоже хочет осветлиться. Но я его осветлять не буду. Чёрные и белые, это мои любимые цвета. Цвета животных. Шерсти их. Их прекрасные, милые шерсти. Блин, чё это я ступила? Я же могла капус добавить в эстель. Трешку. И мне опять не хватило того, что я навела. Ну, ладненько, ладненько. Сейчас мы будем наводить новую порцию. И в эту порцию я добавлю капус. Хотя, по идее, разные фирмы вместе лучше не используют. Чё-то мне кажется, что я уже чувствую, как отваливаются мои волосы. Поболеете, что ли, за меня чуть-чуть? Белый у меня абсолютно кончился. Ну, почти там чуть-чуть осталось. И это не в счет. Ещё одна хромоэнергетическая ампула. Ещё одна маслица. Типа, она поможет мне не остаться без волос. Чтобы мне помогло не остаться без мозга. Есть вообще-таки лекарства. Я надеюсь, оно не даст никакого отрицательного эффекта. Вот это, короче, будем считать, что пчёлка окрашена капусом. А всё остальное эстерикой. Будет забавно, если эстеревская краска не возьмёт оксидент. Вот этот, который я добавила. Просто не хочу очень-очень много. Ну, то ли это было и тоже. И так. Ну, чё. Темнее будем? Навела я, на самом деле, дофигищу для чёлки. Поэтому сейчас я это ещё распределю по остальным волосам. Может, поможет. Вот. И чё-то оно не темнеет. Хе-хе. Забавно. Так, волосы сейчас не выпадают. Это уже хорошо. Вот, сейчас начинает темнеть. Ну, прям чуть-чуть, чуть-чуть. Надо ещё время засечь. А руки-то грязные. Четыре часа ровно. Ночью. Я ночью всё это делаю, да. Что-то мне подсказывает, что с работой меня выглянет. Ну, типа, абсолютно синие волосы. Это, конечно, круто, но не в такой интерпретации. И, знаете, я, пожалуй, не буду ждать ещё 10 или сколько там. Ну, там, сказано, 35 минут. Мне надо только затонироваться, поэтому я, наверное, сейчас уже пойду смываться. И если оно будет такое синее, я просто воспользуюсь шампунькой одной. Типа, которая очищает ваши волосные луковицы. Бальзам стойненько, потому что только он у меня и остался. И чё, я буду серенькой. Хотя, видите, вот такой светлый цвет, типа. Приятненький вот на волосах чё у нас. Синюшная синяя. Зато вы теперь знаете, какой краской можно покраситься. Как бы недорого. Так, чтобы... Действительно, надолго было. Она надолго красила. Чё, погнали смываться? Погнали. Боги к нам милостивы! Но не очень. И сейчас объясню, почему. Милостивы, потому что оставили меня всё-таки с волосами. А не милостивы, потому что меня вот, скажем так, затонировало. Но, на самом деле, блин, цвет мне нравится. Я бы его носила, если бы на меня не начали кричать на работе. Я думаю, начнут. Это, кстати, цвет после двух помылок шампунем. Обычно. И ещё раз покажу. У меня есть вот такая вот штучка. Это, типа, шампунь глубокой очистки. И он смывает цвет. И, по идее, он подходит для краски антоцианином. То есть он раскрывает волосяные эти чешуйки. И умывает из них цвет. Короче. Вот это вся фигня. Тут, по-моему, очень хорошо видно то, что не окрасилось. Сзади, по-моему, есть ещё рыженький. И после тонирования синим и фиолетовым обычно выступает его коричневый цвет. Какие волосы бы ни были. Вот. И после этого надо снова вот эти вот непрокрашенные, то, что вылезло коричневым, надо снова осветлять. Но не полностью, а как бы только эти места промазывать. Хух. И потом можно краситься. Обычно красить, по-моему, в серый. Но можно и схитриться, и покраситься в белый. Я так понимаю, не надо было добавлять этого тонера. Надо было просто этот арктик... Арктический лёд, в общем, брать. Либо, если добавлять, то добавлять, ну, совсем чуть-чуть, вот прям капельку. Прям один росток довануть. И пол тюбика, может, даже почти весь тюбик вот этого арктического льда. Тогда было бы нормально. Но у меня теперь, правда, волосы сочетаются с языком. В общем, спасибо за просмотр. Если у меня удастся умудриться смыть этот цвет, я, наверное, об этом напишу в группе. Приложу фотку. А, ещё я сегодня купила маслице для волос, по-моему, от Gliscor. Оно самое нормальное было, лично для меня. В подружке стоило, по-моему, 285 рублей, что ли. Ну, и, короче, оно помогает, типа, восстановить волос. На самом деле, волосы вообще не восстановишь, им можно только придать вид, ну, вид здоровых волос. То есть, они будут блестеть, они будут нормально лежать. Они будут казаться даже, может быть, почти натуральными, ну, типа, не выжженными, не прожжёнными. Но восстановить их, ну, я бы сказала, нереально. Ну, то есть, нет, может быть, можно восстановить, но это, наверное, скажут только вот от прям очень профессионала. Так что, вам спасибо за просмотр. Если вам было полезно или понравилось это видео, можете поставить лайк. Если нет, ставьте дизлайк, как бы... Я это делаю не ради оценок, я это делаю, потому что я это делаю. Вот, может быть, кто-нибудь научится на моём опыте. Либо кто-нибудь хочет получить такой же прекрасный цвет. Вот, и всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok